Сотни квартир Устюжан в настоящий момент подключены к голубому топливу. Как и любая другая коммунальная услуга, она требует оплаты, но некоторые Устюжане забывают об этой обязанности годами. Задолженные жители Великолусевского округа за успехи газоснабжения превысили 2 миллиона рублей. Причем среди неплательщиков не только семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, положение которых понять можно, но и вполне состоятельные граждане. Более 1600 абонентов имеют просроченную дебиторскую задолженность за поставку природного газа. Должников в обязательном порядке уведомляют в письменном виде о текущей сумме задолженности и необходимости ее погасить. Если полгода и более абонент не реагирует на предупреждение, его квартиру могут отключить от этой услуги. К должнику придет представитель газовой службы вместе с бригадой, сотрудники которой при отказе платить перекроют подачу газа. В данном случае задолженность была оплачена на месте и газ перекрывать не стали. Если бы никого дома не оказалось, то газ бы был перекрыт и в отсутствии хозяев. Такие полномочия у газовой службы есть. В летнее время помимо газа квартиры могут отключить и от теплоснабжения. Зимой отопление не отключается, но плиту мы тоже можем отключить. В зимний период только одну плиту отопления мы не трогаем. Когда наступает уже летний период, получаем постановление об окончании отопительного сезона, мы уже уведомляем людей, уведомляем, и уже когда человек не реагирует, мы отключаем. Сумма задолженности даже за год неуплаты за газ составляет до пары тысяч рублей. За теплоснабжение бывают и до 40 тысяч. Для восстановления газоснабжения необходимо будет оплатить долг и оплату работы бригады за отключение и подключение газоснабжения. Это еще несколько тысяч к сумме долга. Степан Кришановский, Вячеслав Голиков, телеканал «Русский Север». Вячеслав Голиков, телеканал «Русский Север»